Это Эльфа. Приветствую вас на некоммерческом канале Браво. Под видео есть все ссылки на наш Zoom-канал, который транслируется 24 часа на 7. Можете задавать вопросы, делиться опытом и подключаться к нам, а также знакомиться с новыми людьми. И сегодня я хочу представить долгожданного спикера. Это у нас Светлана Лаврова. Она психолог, у нее своя школа автономии, проводит ретриты и индивидуальные сопровождения. Вам, Слово, очень вам рады, очень давно вас ждали. Спасибо большое, очень приятно вновь у вас появиться. И я бы хотела, наверное, начать с такой темой «Рост в никуда». Эта тема не просто так возникла, эта тема, наверное, возникла из-за того, что я очень часто вижу, как люди, теряя себя, думают, что они развиваются, что они куда-то идут, повышают вибрации, идут в какой-то рост. И когда они через какое-то время ломаются, ломаются от того, что несчастны, от того, что столько времени потрачено, столько сил, столько литературы прочитано, может быть, ко многим мастерам съездили. А счастье, о котором многие рассказывают, его никак не могут встретить. Именно поэтому эта тема и родилась «Рост в никуда», потому что невозможно повысить, либо повысить, либо понизить свои вибрации. Невозможно вырастить, либо упасть. Есть только восприятие самого себя. На каком этапе? Кто тебя окружает? Что у тебя происходит? Это всего лишь то, о чём ты мыслишь. Это всего лишь то, что у тебя в голове. Ничего не происходит без того, что ты не раскрыл в самом себе. То есть как бы ты ни развивался, куда бы ты ни шёл, о чём бы ты ни думал, кто бы тебе что ни говорил. Если у тебя твои мысли не изменятся, если твоё восприятие не поменяется, то ты не сможешь поменять свой мир, не сможешь его сделать таким, откуда ты будешь черпать источник удовольствия, источник счастья, источник благости. И, наверное, про мысли я бы хотела сказать, что я очень часто говорю ребятам, что страха не существует. Страх — это всего лишь мысль, в которую ты поверил. Но по факту это касается абсолютно всего. Это касается бедности, это касается здоровья, это касается того мира, который тебя окружает, в котором ты думаешь, что ты в нём живёшь. А по факту ты живёшь в том мире, который ты себе надумал, который ты себе придумал и который ты мыслишь. Мыслишь каждый день. Ложась спать, ты мыслишь, что будет завтра, что было сегодня, а что я сделала не так. Просыпаясь, ты начинаешь мыслить, а что же будет сегодня? Вот я сегодня вот это запланировал, вот это. Первоначально вы хватаетесь за мысль. А нужно всего лишь эту мысль растворить. Не существует бедности, не существует богатства. Уберите мысль бедности и богатства. Уберите мысль высоких и низких вибраций. Уберите любую мысль, которая приходит вам в голову. И эта мысль растворится в тебе. И как только эта мысль растворится в тебе, ты ощутишь через чувствование, кто ты есть. И тогда у тебя не будет желания хотеть счастья, потому что ты и будешь этим счастьем. У тебя не будет желания какой-то благости, потому что ты и будешь этой благости. У тебя не будет желания счастья, потому что ты будешь этим счастьем. И когда ты становишься всем этим, ты становишься единым пространством. Единым пространством своего времени, единым пространством своего мира. И этот мир будет ровно таким, какой ты есть, сам ты. То, что есть внутри твоего пространства. И как только у тебя будет пространство самого себя, то в твоём пространстве могут быть только твои отражения. И если ты великолепен изначально, то и твоё отражение, оно будет великолепно. Весь твой мир, всё твое пространство, оно будет просто великолепно. Вот, наверное, я это и хотела вам сказать. Вот, хотела поделиться ещё, как у нас прошёл ретрит на Алтае. Я только вчера прилетела с Алтая. Это были великолепные девять дней. Пять дней был ретрит, и четыре дня после ретрита нас забросили в те места, где нет туристов, где не добраться, наверное, ну, достаточно сложно добраться. То есть сначала на 66-х куда забрасывали, потом на катера. Это было великолепно, когда есть только ты, и рядом с тобой ещё два человека. И остальное только дикая природа. И когда ты соединяешься с этой нетронутой природой, когда ты чувствуешь эту плотность, то у тебя есть чёткое осознание, что эта плотность, которую ты можешь прочувствовать, это и есть ты. Ты можешь чувствовать только то, что есть ты. То, что тебя не касается, то, что тебя не затрагивает, то, что не часть тебя, ты это никогда не прочувствуешь. Когда приходят такие осознания, они очень ценные, наверное, ценные на каком-то этапе, на этапе расширения себя, углубления и уплотнения. Спасибо огромное за сердечки. И когда ты понимаешь, что всё это настолько просто, настолько лежит это на поверхности, просто это нужно взять, просто это нужно принять в себя, то, наверное, именно поэтому я и провожу эти ретриты, марафоны, чтобы максимально не запутать людей, чтобы они максимально могли прийти к себе, к самому себе, без помощи кого-то, чтобы эти осознания просто были в самих их, потому что вы все пробуждённые, просветлённые, все очень глубокие. Просто кто-то по некоторым причинам, ему на данном этапе неудобно это понять. Ему удобно прикрыться тем, что вот я съезжу туда, и будет у меня вот это. Вот я схожу туда, и будет вот это. Это здорово, когда есть тот человек, проводник, либо какой-то ваш духовный учитель, который вам резонирует и вас проведёт. И это здорово, если у кого-то он есть. Но есть и такие, которые все отрицают, говорят, я сам. И вот если вы сам, то это тоже прекрасно. И, наверное, именно поэтому я и провожу эти эфиры, эти триты, эти марафоны, чтобы вы и сами могли прийти к самому себе, чтобы вы и сами почувствовали, кто вы есть, чтобы вы сами почувствовали, что вы и есть это всё пространство. Не кто-то вами управляет, не кем-то вы управляете. Не вы делаете свои желания, свой мир. Вы и есть эти желания. Вы и есть этот мир. Если есть вопросы, то я, конечно же, с удовольствием отвечу. Светлана, пока вопросов нет, то если вы можете, расскажите ещё побольше о своём опыте. Поделитесь, давно вас не было. Поэтому мы ждём вас, пока вопросов нет. обучать. Ну, я могу поделиться, что я каждый день встречаю таких всё больше и больше необычных людей, которые приглашают в том числе и в необычные места. И сейчас каждый, каждая мы открытая встреча, каждый ретрит будет в определённом месте. будет в определённом месте не потому, что там больше людей, не потому, что мне так удобнее, а именно потому, что я чувствую, что нужно провести там. Именно поэтому будет в Москве, в Сочи. Скорее всего, пока не буду загадывать, но зимний ретрит будет, возможно, далеко, может быть, даже не в России. И, конечно же, на следующее лето мы сразу же сделаем график с ребятами, с моей командой. На следующее лето будет ретрит и на Алтай, и на Байкале. Туда смогут поехать не все, и, наверное, это правильное решение, потому что мои ретриты уже проходят не для всех. Там происходят абсолютно другие вещи. Но ещё такое хочу маленькое среди слоя сказать, что мне очень много задают вопросов одних и тех же. Как лучше заходить, как лучше выходить, а какой у вас путь. И у меня моя любимая маленькая команда сейчас работает над тем, связывается с определёнными людьми, с издательствами. И я начала писать книги. Их будет три на данный момент. Первое – это будет как такая брошюрка, пособие, что нельзя делать, выходя, ну, давайте начнём в лечебное голодание либо на иное питание. Чтобы не терять много вес, чтобы не была слабость, чтобы вы не уходили в глубокие чистки. И там это будет вот эта брошюрка, как, наверное, как такая настольная книга, как напоминание. Я уже приступила к её написанию. И вторая книга, которая тоже уже пишется, это биография, чтобы вы могли побольше со мной познакомиться. Потому что некоторые люди понимают так, что как только я перестала есть и пить, то у меня там открылись какие-то чакры, что я начала что-то видеть, что-то думать. Но по факту это было намного раньше. Это было в глубоком-глубоком детстве. И, наверное, эта книга ещё будет полезна для тех, кто не принимает себя, думая, что нужно принять себя на этом этапе, на этапе взрослости, сосревания, не отрицая те моменты, которые происходили с вами до пяти лет. И как раз до пяти лет у нас идёт определённое формирование нашей глубинной памяти, открывая которую, скоро вы тоже своего образа вскрываетесь. И как бы не было смешно, то я уже, наверное, скажу, и не первый, я человек, и вы уже об этом все знаете, что по факту у нас идёт смерть только нашего физического тела. Но это даже не смерть, я бы сказала, а выгорание на определённых этапах, когда вы не можете выйти на определённый уровень осознания себя, куда вам идти. И у вас идёт как с чистого листа. И когда вы вспоминаете себя вне тела, то тогда многие вопросы у вас отпадают, почему в вашей жизни происходят те или иные моменты. Наверное, как-то так. Светлана, скажите, пожалуйста, в чём конкретная цель вашей школы автономии, что вы хотите от этого и вообще, что вы вообще хотите от этой жизни? Можете поделиться своими какими-то сакральными мыслями, целями, мечтами, если у вас нравится? Ну, я уже в этом говорила неоднократно, это как раз то, чтобы максимально показать, человеку, чтобы он в лёгкости пришёл к осознанности. И когда мы приходим к осознанности, мы приходим к пробуждению. Когда мы идём к пробуждению, мы начинаем ощущать через тело многие моменты. То есть нам это тело в этой плотности дано для ощущения. И когда мы начинаем ощущать, мы идём в глубину, в чувствование. Когда мы идём в чувствование, у нас отпадают эти искусственные функции как эмоция. И всё, что с этим связано. То есть эмоции нас ведут только к разрушению нашего тела. Любая эмоция, она вызывается чем-то поверхностным. Это едой, это сексом. Я не про любовь говорю, а именно вот такой животный секс. это какие-либо моменты, которые водоражат, как вспышка. Причём неважно, что это такое, это влюблённость или убийство. Это одна и та же шкала, которую мы воспринимаем из-за определённых социальных программ по-разному. А по факту наше тело воспринимает её как одну и ту же вспышку. и все эмоции, которые у нас есть в нашем теле, в нашей жизни, они нас ведут только на разрушение нашего тела. А чувственность через ощущения они дают глубину. И ту глубину, когда мы можем воспользоваться своим физическим телом, чтобы идти дальше. Наверное, я вам уже говорила, что я не всё говорю в открытых эфирах. Наверное, я тут немножечко больше скажу, что когда меня спрашивают, а какая цель, какушка, пробуждение, осознание. Для меня сейчас настолько открывается мир, то есть я понимаю, что есть определённые места, где нет людей. Есть определённые места, где есть другие люди, иные. И я с ними встречалась. Есть подземные города, есть наземные города. И если бы мне сказали это ещё, наверное, года полтора-два назад, то я бы не поверила, сказала, ну всё, наверное, с этой тётенькой что-то не то же, сказки на человек. людей. И когда я это вижу, когда я встречаюсь с такими людьми, я понимаю, что к обычной жизни с каким-то обычным банальным весельем и застольями, но это очень неинтересно, потому что столько всего есть, чего мы не видим, нас как будто бы тарелочка с десертом прикрывает наши глаза. И у меня ребята в этот раз когда мы были на Алтае, они сказали, боже мой, я сейчас понимаю, что когда я убираю еду, у меня открывается мир. Это в прямом смысле этого слова, наверное, так. А правильно ли я понимаю, что вы видите уже какие-то астральные миры? Я сейчас говорю даже не про астральные миры, а плотности, да, это каждый человек видит несколько плотностей и, наверное, ни для кого не секрет, что мы в нескольких мерностях живем одновременно и когда мы себя собираем в нескольких мерностей, тогда мы по-другому себя ощущаем, ощущаем этот мир, это одно. Но то, что я вам говорю про иных людей, про подземные города, это существует в этой плотности, здесь, просто не всем есть туда доступ и не все об этом знают. они так же в человеческом теле, да? Да, да, конечно. Просто они живут под землей, они питаются, либо они на автономии, какие они? Меня только пригласили туда, я, по-честному, еще туда не ездила, вот, сейчас только обдумывать, потому что это было всего несколько, несколько дней назад, это новый модернизированный город, там такие же деревья, как у нас, может быть, не совсем такие, там люди с другим осознанием, и мне бы было очень интересно туда съездить, летать. Светлана, у нас, возможно, еще какие-то новые подписчики, новые люди, вот для них немножко раскроете, пожалуйста, что для вас и что вы несете в вашей школе автономии, то есть вы предлагаете идти через чувствование себя, депривируя, либо заменяя еду, потом постепенно сон, или что, как у вас этапы прохождения для того, чтобы новичкам было более-менее немножко понятно? Ну, я в первую очередь говорю, конечно же, про осознание, это ни в коем случае не связано с едой, еда просто как неинтересный элемент у кого-то отваливается, то есть он может вообще уйти из его жизни, а может быть какое-то минимальное, это может быть там один раз в день, или один раз в неделю, или один раз в месяц, это абсолютно неважно, когда ты этим не вызываешь эмоции, например, считываешь информацию, то есть еды, если это фрукты, ну, некоторые овощи и зелень, ягоды, конечно же, это информационные вибрации, можно и так это, но я в первую очередь в школе автономии, я людей, как бы так сказать, журю, наверное, за то, за их аскезы, за то, что они, когда друг перед другом начинают хвастаться, что я столько был на автономии, а я столько дней был на автономии, и как туда заходить, как выпадить, эти бесконечные чистки, это не про это, то есть когда человек видит, что один человек чистится без конца неделю, месяц, и есть у меня люди, которые были уже при смерти, и в этом состоянии, в состоянии чисток они находились почти два года, и когда начали разбирать, то состояние чисток, это же чаще всего когда человек заигрывается в чистках, это же не про физику, это про психику, почему вы себя чувствуете настолько грязными, что вам не дает принять себя таким, какой вы есть, кто вам сказал, что вы должны обязательно что-то по-другому, что-то по-иному делать, и когда эти психологические моменты выбирают, то человек как правило заходит именно на принятие себя, когда приходят на принятие себя, то не обязательно, не обязательно, но в некоторых случаях нужно, можно идти без чисток, а просто по смене питания, по минимизации питания, по облегчению питания, наверное, про это и есть школа, чтобы люди не ударялись в какую-то в какую-то аскезу, потому что кто-то там вам сказал, что это так можно, а вам, может быть, это не подходит, то есть, если мода, например, на грюки, то не все их будут носить, или мода на юбки, мужчины же тоже не всегда оденут, поэтому не надо придерживаться этого дань моди, как у нас одно время было по сыроедению, это было просто круто, и сейчас я тоже недавно встретила девочку, которая мне сказала, говорит, я очень хочу выйти на фруктоедение, и когда мы с ней начали разговаривать, буквально там со второго предложения, было понятно, что это, для нее это считается круто, для нее это, чтобы она кому-то сказала, что я вот фруктоед, это вот такой какой-то, какая-то ее вершина, ее цель, но это ничего не даст ее телу, когда мы идем за целью, мы никогда не видим своего пути, я, наверное, как раз ребятам и говорю, что путь это и есть самое великолепное, когда ты идешь маленькими шишками, чувствуя и узнавая свое тело. то есть люди впадают в какую-то иллюзию, следует допустим дань моде и только исходя из этого стремятся, не понимая, для чего вообще это нужно, там многие такие неосознанные. Есть такие люди, да. И как вы с ними работаете? Ну, они в чате, как правило, я смотрю, у нас там есть модераторы в чате и они очень четко модерируют именно, чтобы люди делились своим опытом. И когда человек заходит, новичок он в этом деле, либо уже там какой-то достаточно долго идет этим путем, то читая чей-то опыт, он может сделать выводы по себе. Не то, что кто-то будет говорить, а сделай вот так, а сделай вот так, а именно читая чужой опыт. То есть у нас это чат с опытом. А если говорить про, куда я веду, если какие-то индивидуальные консультации либо марафоны, я точно так же рассказываю о своем опыте, об опыте ребят, которые, которые шли со мной. И каждый может себе посмотреть, что ему хорошо и что ему выгодно. И на марафонах точно так же он может, каждый человек может задать вопрос, и я уже отвечу на его вопрос, что происходит с его телом, что происходит с его психикой, что происходит в его мире. Наверное, как-то так. Скажите, пожалуйста, как вы работаете непосредственно с психикой, как вы поднимаете эти самоценности и доносите до людей, что им нужно, как помогаете им перейти в цель. вообще каждый человек, когда ты с ним начинаешь общаться, ты становишься им. И не важно, что человек тебе говорит, он может тебе говорить хоть что. Он будет тебе говорить то, во что он истинно верит, он не будет врать. но по факту он может этим не являться. И когда ты становишься этим человеком, то когда он тебе что-то начинает рассказывать, ты чувствуешь, кто он есть без того, что он говорит. И когда ты чувствуешь, что он есть, кто он есть, пропуская это через себя, то ты находишь эту причину. Ты ее в любом случае находишь, если он становится тобой. Но готов человек принять это или не готов, вот это вот уже другой вопрос. Не все люди готовы принять правду, не все люди готовы идти к себе. Часто бывает, что они думают, что готовы пойти туда, готовы научиться этому, готовы перейти вот на это. А по факту им просто это хочется, потому что они видят, как чувствует себя другой человек. И думая, что если они сделают те же самые действия, у них будут такой же результат. Но результат у каждого будет свой. Индивидуум сам находится в себе иллюзии, которые сам же создает. Но если мы сами создаем этот мир, то и препятствия создаются, и они для чего-то даны. Вы как-то помогаете доносить людям, для чего например это дано, чтобы что, а дальше что? Ну да, конечно, конечно, мы об этом и говорим. Но это в двух словах сложно описать, это же какая-то определенная ситуация чаще всего бывает. Мы это очень часто разбираем на ретритах, очень часто на личных консультациях, на марафонах. у нас многие ребята почему не могут выйти в определенные состояния себя, почему не могут выйти в определенные к определенному процессу самого себя приходят, потому что просто не знают и не чувствуют свое тело. Это касается в том числе и депривации сна. То есть мы очень часто думаем, что депривация сна – это когда мы убираем сон, но не думая, что происходит с нами, когда мы насильно убираем сон, механически. Какие виброполитеты, рассказывали про чистки. очищали ли вы свой организм или какое-то время были, на сыроедении, на факторианстве и том же самом? Ну, вообще, да. Мой путь занял 10 лет. Это же не просто два с половиной года, вот и все. Мой путь занял 10 лет. У меня были разные периоды. У меня были периоды и чистки, и сыроедения, и голодания, и каскады. То есть, у меня, я много что на себе попробовала. Ну, раскрутите немножко поподробнее, чтобы было ясно. Кто-то еще много здесь у нас? Буквально кратенько, жато, совсем-совсем вот так вот собрать, есть ли двух слов? У меня был опыт сыроедения. На сыроедении я знала, что человек может жить без еды и без жидкости три дня. И я выходила вот на эти три дня. Мне было в эти три дня великолепно, но дальше я не шла, потому что у меня был страх. Ну, наверное, даже не страх, а непонимание того, что можно дальше это делать. После этого у меня был период, когда я узнала, что есть такие люди, которые не едят и не пьют. И я вышла первый раз тогда осознанно на девять дней. Но я могу сказать, что в детстве я лежала даже в больнице несколько раз, потому что я забывала поесть. В принципе, у меня это с детства было такое. Поэтому сказать, что это было для меня впервые, наверное, впервые это было осознанно, что я понимала, к чему я иду, что я убираю еду. И начала так практиковать. Я начала практиковать каскадные дни, но для меня каскад не подходил. То есть для меня это было такое, что когда был день еды, я могла съесть вообще все, что было в холодильнике. Не дай бог там еще борща наварить, а на следующий день в сухие дни, а этот борщ испортится, надо его доесть. Это, наверное, история большинства. Поэтому для меня каскады, наверное, это только для сильных людей, которые могут себя держать в руках. Я не такая. Я не такая была. Поэтому и каскады я пробовала. И потом я уходила на несколько месяцев, возвращалась, работала со своими физиологическими, психологическими состояниями. и ну и конечно же была сильная потеря веса. У меня много этапов было. И потеря веса была до 30, до 32 килограмм. И отек венки у меня был дважды на сухих днях. Поэтому ну наверное тут за 5 минут всего не расскажешь. А как вы с этим справлялись? Вот потеря веса. Вы же потом восстановили. Каким образом вы это сделали? Как вышли из этой ситуации? Ну восстановила я наверное это через осознание все же. Потому что когда тебе говорят врачи что вам осталось жить два месяца и когда ты понимаешь что ты живешь уже третий четвертый пятый седьмой месяц и чувствуешь себя все лучше и лучше то о каком весе может идти речь? Уже тогда это не страшно ты понимаешь что ты преодолел эту границу границу того что тебя не будет и поэтому вес наверное здесь не имел такого значения вот но еще раз могу сказать что все у нас в голове наш вес он регулируется с головы не с еды только с головы и когда нужно было по определенным причинам чтобы я выглядела достаточно плотно то то это было я не могу многих вещей рассказывать просто в прямом эфире но ребята которые меня знают лично которые приезжают на ретрит они конечно же я им об этом рассказываю на живых встречах как это как это происходило и почему почему происходили те либо иные ситуации те либо иные изменения в моем физическом теле в том числе я кстати тоже люблю говорить тем кто боится смерти что как таковой смерти не существует люди как правило умирают либо от страха либо от интоксикации есть ли еще какие-то я бы наверное даже сказала что люди боятся смерти потому что они никогда не жили то есть мы только бояться можем того что мы знаем так как многие не знают что такое жизнь они ее и не боятся в состоянии смерти в предсмертном состоянии находится большинство людей которых даже нет понимания этой жизни именно поэтому у них есть постоянный страх смерти Светлана я понимаю что на таком непитании скажем на автономии появляется колоссальное большое количество времени скажите пожалуйста как у вас проходит ваш режим дня примерно чтобы понимание утром 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 у меня как правило пробежка после пробежки идет у меня какая-либо тренировка чаще всего не всегда это сейчас пока дети не в школе не в колледже после этого после этого я могу сходить на море покататься на доске потом у меня работа я работаю занимаюсь с детьми вечером ночью у меня ночью у меня идет какой-нибудь отдых что-либо мы сделаем с детьми где-то смотрим фильм где-то еще что-то и уже наверное часов с двух с двух до четырех до пяти опять до бега я чаще всего отвечаю на вопросы а где этот промежуток времени когда вы спите скольки до скольки уже говорили по четыре часа ну по-разному по-разному он бывает ну это где-то ну это в любом случае ночь ночью где-то может быть ну может быть с двух до четырех может быть с четырех до шести бывает такое но это не каждый день не всегда может быть я может быть у меня такое что бывает что я просто могу там сидеть на улице и смотреть на звезды может быть я могу лечь там и лежать за критом глазами это граница сна она стирается то есть между сном и явью по большому счету границы нет вы что здесь вы что во сне вы вы же когда просыпаетесь вы же понимаете что вы это вам снился сон это вы были во сне просто были вы без физического тела на определенных этапах эта граница стирается и у вас нет того что вы прям спите то есть вы можете быть закрытыми глазами но каждый шорох каждый звук вы можете слышать и вы можете точно так же быть в тех энергиях когда идет сон потому что сон состояние сна он более плотный вы погружаетесь как будто в другое пространство более плотное но об этом во всем я рассказываю на марафоне депривации сна мы как раз с ребятами об этом поговорим как что это такое поэтому сон это такое понятие относительно то есть я могу лежать как бы это будет называться сон то есть нет такого что уходишь куда-то в глубину и тебе снится сон уже вот такой как раньше это было то есть вы отдыхаете расслабляетесь без сновидений без снаг ну да потому что сновидение оно и есть в этой плотности ты просто объединяешь две плотности и уже с этим с этим живешь правильно я понимаю что у вас есть дети расскажите пожалуйста поподробнее сколько им лет и какой у них режим дня ночи как они вообще к этому относятся или они переопылились уже вами стали таким ну вообще про детей если мы будем рассказывать то нас на ютубе могут вообще ставить страйп вот это первый момент поэтому да у меня два сына 11 и 16 лет они живут самой обычной жизнью к моему образу жизни они относятся абсолютно спокойно их близкие друзья кто из близких друзей они в курсе как обычно кто-то верит кто-то не верит вот но вот так они не придают этому значению они знают что без еды и без жидкости можно спокойно жить от этого не умрешь и у нас нет ритуала еды у нас нет дома даже обеденного стола если честно вот и если у нас проходят какие-то праздники то все наши праздники дни рождения там новый год ну любой праздник они проходят не с едой то есть это где-то это какие-то походы это какие-то развлечения это это что-то связано что-то связано с расширением мира но не с едой вот интересно расскажите пожалуйста каким образом как раз таки проходят праздники потому что у нас принято что это обязательно застолье обязательно нужно всех накормить ну ну вот в этот в в этот год у меня когда сыну было исполнялось 11 лет мы поехали в палаточный лагерь у нас здесь есть тоже недалеко в палаточный лагерь на несколько дней и там они просто сами собирали костер там с мужчинами что-то пытались там приготовить что-то есть такие вот условия были движение море природа вот со старшим сыном тоже мы ездили мы ездили в горы мы любим в горы ходить куда-то уезжать ну что-либо вот такое вот то есть это это не кафе это не домашние посиделки это не салатики это без этого всего у вас получается просто такой контакт с природой и дети я понимаю у вас учатся в школе сын старший в колледже второй сын в школе то есть в принципе они к социуму адаптированы вот тут еще у нас есть вопрос а как вы встречаете родственников и как вообще они в курсе как они к этому относятся и если приезжают к вам в гости как вы без скатерти самобранки их встречаете они абсолютно нормально к этому относятся это же уже давно у меня такая история вот но не знаю там когда к сестре приезжаю у них очень большая семья много детей внуков но так они смеются они говорят можно мы тебе хотя бы стакан поставим как-то вот так да у них традиция за столом мы все сидим за столом это нормально но вот у меня стоит стакан передо мной не пытаются они как-то вас все-таки вруч нет они прекрасно знают какое у меня было заболевание как у меня постоянно скорые дежурили как я была в реанимации и сейчас они спокойно воспринимают если я от этого живу если у меня от этого хорошо то они просто они не лезут в глубину то есть им не интересен мой образ жизни но они принимают то что у меня происходит принимают и у нас есть другие темы для обсуждения поэтому туда мы не залезаем вы знаете просто на себе я знаю когда человек переходит на другое питание все равно вибрации разные становятся и как вы общаетесь с такими людьми у них в основном бывает такой момент что скучно общаться ну вы знаете я сейчас если честно очень мало общаюсь с людьми просто вот так чтобы пообщаться у меня нет такого что я хожу куда-то там в гости к друзям у меня очень очень-очень маленький круг друзей прям он маленький вот и все мое общение заключается как правило это открытые встречи марафоны ретриты вот и и маленький узкий мой круг друзей все так чтобы пообщаться куда-то прийти но как правило я отказываюсь я не хожу а есть ли у вас новые знакомства и как вы принадлежите да конечно есть сегодня вот меня тоже приглашали я сегодня была на одной встреч были новые знакомства но мне это не всегда интересно кого-то развлекать своим образом жизни как бы я тоже не готова скажите пожалуйста у вас ретриты проходят как онлайн так и оффлайн правильно понимаю ретриты проходят только оффлайн только вживую а марафоны проходят онлайн а ретриты только вживую только в моем поле а сколько дней они проходят результаты ретрит ретрит проходит пять дней там три полноценных дня это ребятам полностью хватает чтобы забиться под крышечку как они говорят то есть они приезжают два месяца отходят и ну наверное процентов 30 приезжают уже готовы приехать на следующий ретрит чтобы дальше себя открывать и вскрывать а марафоны по-разному то есть депривация пять дней денежный марафон столько-то пранафит там еще то есть по-разному проходят разные марафоны приходят по по-разному количеству дней вот смотрите к вам приезжают на пять дней к вам приезжают домой нет нет мы 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 снимаем какое-то пространство обязательно то пространство где можно находиться в одном каком-то либо в зале либо на поляне либо еще что-то это какие-то ретрит-центры либо коттеджи большие коттеджи с большим залом вот что-то такое ни в коем случае не домой и вы 24 часа в сутки на 5 дней тотально с ними да и проводите разъяснительные какие-то моменты помогаете преодолевать свои данные ну там ребята уже чувствуют там уже другой там уже не просто про поговорить там же там уже идет под моим полем и под моим куполом не знаю насколько это всем актуально может быть кому-то это кажется какой-то таким заоблачным но вот это происходит так они входят в мое поле и тогда я могу их раскрыть безопасно то есть не чтобы они куда-то там вот вскроешь и потом чтобы они учились сами как-то жить нет это именно идет на внутреннем чувствовании то есть сказать словами можно все что угодно но человек эти слова каждый человек понимает эти слова по-разному а когда ты работаешь с полем тебе не обязательно много говорить ты в него вкладываешь эти знания самого себя и в нем они распаковываются в течение этого времени не всегда он понимает как это происходит но к концу ретрита случается чудо вы начинаете общаться на телепатическом уровне мы все общаемся на телепатическом уровне просто не все это даем себе в этом отчет абсолютно согласна и еще вот такой вот мой крайний вопросик скажите пожалуйста я так понимаю что таким образом вы все равно зарабатываете деньги куда вы их тратите и зачем они вам нужны ну как у меня же есть дети как все как все зарабатывают деньги куда они все их тратят у большинства большой затратный бюджет это как раз таки на еду как правило они работают чтобы купить еду приготовить что-то а когда вот этот вот класс расходов исчезает я тоже очень много трачу на еду я очень много трачу на еду на лекарства для животных потому что людям помогают многие а животным помогают не так много вот а животные они созданы для это как наши помощники которых мы почему-то не всегда уважаем поэтому я бывает что я вожу каких-нибудь животных если есть такая возможность в клинику там на какие-то операции перевожу деньги на корма перевожу деньги то есть если есть возможность то я помогаю животным но конечно же детям тоже но если переводить в детские дома денежные средства не всегда от этого ребенок будет счастлив то есть если касается детей то у нас бывает такое что мы уделяем время то есть мы можем приехать в детский дом мы можем с ребятами поиграть в какие-нибудь игры то есть уделить внимание чтобы они понимали что они не одни в этом мире это не новую шоколадку чтобы они попробовали какой-то вкус не новую одежду не новую футболочку а именно общение общение того что ты ты нужен в этом мире вот это вот мы тоже делаем это бывает реже но чаще как правило там передержка животных вот это я туда с огромным удовольствием скидывая денежку они пробовали животных переводить допустим на то же самое вегетрианство а зачем не делать им операцию чтобы они не болели не тратить на те же самые корма но чаще всего лекарства лекарства тратятся не из-за того что они что-то съедают не то это попадают под машину там еще что то есть это какая какой-нибудь аспект где не касаемо еды у животных чаще вот так очень часто отказываются сами хозяева если с животным случается что-то не то очень часто отказываются сами хозяева и когда животное уже достаточно в зрелом возрасте то его редко кто забирает к себе и передержка стоит достаточно дорого чтобы не усыпляли этих животных им нужны будут финансы благодарю за ответ у нас тут Великор поднял руку пожалуйста вам слово добрый вечер Светлана добрый скажите а вот эти люди которые живут в подземных городах они на вас вышли лично там телепатически по телефону и чем вы их заинтересовали что они вас пригласили если можно отдать такой ответ ну чем я их заинтересовала я не могу наверное больше они меня заинтересовали все таки я не считаю что я еще могу прям таких людей прям заинтересовать наверное они меня заинтересовали и мне предложил предложил другой человек он говорит если есть возможность приехать вот сюда то я подам заявку но это нужно делать за несколько месяцев до полгода подам заявку чтобы нас спустили вот в этот город там вот есть то-то то-то и то-то то есть я там еще не была но наверное это больше я заинтересовалась мне предложили что есть возможность такая чтобы меня туда провести а вам технику безопасности доводили нет еще ничего не доводили ну расскажешь ну ладно благодарю за ответ друзья если есть еще вопросы присоединяйтесь поднимайте руки задавайте пока есть возможность такая расскажите что вам хочется рассказать чем бы вы хотели еще поделиться да я наверное уже на сегодняшний день всем поделилась если вопросов нет то я бы наверное уже пошла в следующий эфир у меня еще есть одно приглашение которое вот а так я бы хотела сказать что ребят все когда вы делаете что-то через любовь чаще всего вы прикрываетесь этой любовью потому что делать нужно не через любовь а через себя и когда вы становитесь этой любовью вам не нужно это делать через любовь вы это начинаете делать через себя будьте сами собой идите к себе и на самом деле вам туда не нужен никакой проводник но если вы хотите с кем-то перейти эту черту то конечно же почему бы и нет но все ответы весь космос вся вселенная это все у вас через чувствование себя правильно понимаете конечно да благодарю Светлана очень более рада благодарю трактов и это что я спасибо не я и но все на это Продолжение следует...